Всем привет! Разбираем сегодня ROG AUG график. ROG AUG график нам дает два преимущества. Или два инструмента нам как DataScience System. Первый. Благодаря нему мы можем оценивать наши модели. Второе. Благодаря нему мы можем найти то пороговое значение, с помощью которого мы наши вероятностные ответы можем раскидать по корзинам. То есть совершить некую классификацию. Так, знаю, может, немного запутанно сказал, поэтому предлагаю разобрать сразу пример. На практике. вот датасет. В принципе, нас он мало интересует, что внутри, какие у него есть значения. И что он значит? Самое главное, что есть набор признаков, и мы пытаемся предсказать признак PurCare, которые здесь просто бинарная классификация. Можно посмотреть на распределение классов. Видно, что сильное смещение в сторону нуля. То есть, по сути дела, даже если оценивать только по частотам, только по частотам, да, можно уже предсказывать вероятность 75%. Поэтому треш-холд здесь очень-очень важно оценивать. То есть, мы, посмотрите, я вот никакой модели еще не написал, но я уже могу вот просто на основе выборки это и говорить предсказывать скажем так с 75% результат принадлежности к классу. То есть, это некое дефолтное значение можно использовать. То есть, именно поэтому треш-холд собственно очень важно-важно оценивать. Ладно, едем дальше. Модель я буду использовать логистическую регрессию. Надеюсь, вы знаете, как, по крайней мере, что она делает. Она нам возвращает будет вероятность принадлежности тому или иному классу. Я здесь ее построю простую, всего лишь на двух признаках. кому интересно, как выглядит результат в игре. То есть, вот результат работы, некий анализ. Как интерпретировать, я поговорю как-нибудь в другом видео. Кому интересно, могу посоветовать на степике курса Анатолия Карпова основы статистики, по-моему, часть 2, и там есть логистическая регрессия. Посмотрите. Ладно, едем дальше. Теперь я воспользуюсь этой моделью, чтобы предсказать данные. Предсказали. Ну, и теперь я предсказанные и актуальные соберу в одну таблицу. и давайте я ее выведу. Собственно, вот предсказания и актуальные значения. Как мы видим, в начале у нас одни единички вверху, внизу нолики, да? То есть, и мы хотим выбрать некое пороговое значение вероятности, с помощью которого мы будем раскидывать по корзинам. Уже тестируем данные. То есть, там придут какие-то новые данные. Мы же на самом деле не всегда хотим вероятность иметь, мы хотим вот сразу результат. Да или нет? то есть, например, если мы строим алгоритм выдачи кредита, нам же на самом деле невероятность нужна менеджеру, который будет пользоваться программой, ему нужен ответ конкретный, выдавать или не выдавать. А вот нас, как DataCenter, да, нам нужно будет подобрать то пороговое значение, на которое мы ориентируемся. Давать или не давать. И вот RockAug нам помогает это делать. Так, я здесь создал очень простую функцию, которая просто помогает сделать вывод confusion matrix. Так, я надеюсь, что вы знаете, что такое confusion matrix и вот эти вот все термины. Как-нибудь запишу отдельное видео. На данном, здесь я предполагаю, что вы знакомы с данной идеей, чтобы сильно не растягивать, не писать очередное часовое видео, а жать только до уровня RockAug. Так вот, давайте, допустим, посмотрим, какие результаты у нас нам даст confusion matrix, если я пороговое значение приму 0,5. вот моя матрица и давайте основные параметры accuracy 81, но большим значением accuracy здесь удивляться не стоит, поскольку я уже в самом начале показывал, что здесь просто на частотах можно уже 76, 85% показывать. precise чуть больше, чем вот эти 75% уже озвученные и recall достаточно низкий. Recall еще говорят, что это некая чувствительность. Хорошо. Дальше я теперь давайте посмотрим, как у нас изменятся данные, если я пороговое значение 75% поставлю. То есть мы уже видим, что здесь очень сильно изменилась confusion matrix и собственно вот смотрите precise 90% но уменьшился recall. То есть мы это можно следующим образом интерпретировать. Если мы что-то сказали в данном случае что мы предсказываем? Мы предсказываем pure care. Если мы сказали, что это pure care, то мы в этом уверены очень сильно, но мы говорим про некий объект что это pure care очень-очень редко. То есть мы редко распознаем, но если распознали как pure care, как единицу, то мы в этом сильно уверены. поэтому выбрать треш-хол это очень-очень важная задача, когда мы работаем с классификацией. Так, давайте поговорим о самом графике. чтобы его построить я вот подключу библиотеку rock так использую вот ту нашу матрицу по сути дела которую я уже выводил данные подготавливаю для графика и отобразим его. И теперь давайте его проинтерпретируем. Значит так по оси икса у нас откладывается false positive rate то есть частота ложного срабатывания частота ложного срабатывания кто еще плохо с этими термина со всеми дружит тот скайп посидеть с этой матрицы confusion и посмотрит как все считается то есть вот здесь частота ложного срабатывания то есть если вы хотите чтобы она высокая была ну или вас мало волнует то вы можете здесь выбирать любое по оси y по оси y у нас true positive phrase она же чувствительность она же recall то есть если мы вернемся к нашим данным да recall вот здесь вот recall 08 ну 02 да был когда треш колл 75 5 ну вот эти вот циферки которые у вас здесь пунктики подсказы это некое третье измерение по сути дела то есть вводить даже третья шкала цветная поэтому собственно из-за явной наглядности из-за того что здесь все на одном графике я выбрал R а не Python там я не нашел вот такой классной наглядности то есть вот здесь прямо на этой прямой накладываются возможные значения трешхолда и вот ключевые точки здесь даже можно более мелко мелкий диапазон взять то есть не 0,5 а который нас сильнее интересует и подогнать вернее происследовать это собственно классическая картинка с помощью которой мы выбираем трешхолд когда вы выберете трешхолд вы затем можете отдельно посчитать какой у вас получился precise то есть точность ладно здесь не очень красиво поэтому вернусь к десятом к десятом так вот ладно давайте еще поговорим о выборе выборе трешхолда предположим что мы организация которая отдает отдает кредиты нам что важно нам в первую очередь важно чтобы чтобы мы были сильно уверенными сильно уверенными то есть наш трешхолд должен быть не 0 там 1 вероятность принадлежности классу даже не 0 5 выдавать не выдавать мы хотим сильно уверенными если мы консервативно по 0 9 и тогда мы что мы здесь увидим что у нас рекол будет стремиться к нулю или можно еще по-другому интерпретировать что мы почти всем будем отказывать и очень малому проценту людей выдавать и в этом есть определенные резоны в самом деле мы ж не микрокредитная организация а крутой солидный банк ну собственно поэтому вот если мы крутой солидный банк то мы скорее всего выберем консервативную тактику а микрокредитные организации они наоборот они хотят они работают сомнительным контингентом то есть человека который не вернет долг у них у них будет повышаться но зато они смогут обслуживать большее количество людей там они конечно будут решать вопросы процентной ставки чтобы оставаться прибыли но это просто получаются разные экономические модели хорошо стрэшколдом определились теперь смотрите вот все что вот ниже вот этой вот прямой вот ниже все что вот это ниже прямой вот это вот площадь вот эта площадь она будет отвечать за эффективность модели то есть вот это число 0.78 здесь у нас видите 1.1 соответственно в любом случае меньше единица будет площадь и вот это число которое AUK UNDERCURVE UNDERCURVE по-моему это переводится короче то что под графикой это у нас значение получено мы можем интерпретировать как эффективность модели то есть можно было бы так ну давайте сделаем ну вот PAIN веду еще плюс PAIN так и пересчитаю все это дело пересчитаю ахахахахах вот так не изменилось что ли так но из 78.1 там ну чуть-чуть изменилось то есть если мы учитываем вот этот призр наша модель чуть-чуть улучшается не намного но улучшается то есть вот благодаря вот этой площади под кривой мы имеем возможность сравнивать модели другой аспект который здесь важен повторюсь, это выбор треш-холда он связан с теми методами, где у нас ответ носит какой-то вероятностный характер и нам нужно решить работу задачу классификации то есть разброса по корзинам выбор треш-холда и вот собственно вот этот график нам помогает выбрать нужное значение график вот этот вот кому интересно как он строится могу порекомендовать вот данный курс машинного обучения ну собственно пройдите здесь небольшое видео 11 минут он рассказывает как руками построить как руками построить данный график общая идея там достаточно простая то есть мы вот взяли подготовили вот таким вот образом массив данных и начинаем откладывать вот берем вот первое значение если у нас единичка то откладываем черт вверх если нолик встретился вот следующий то мы откладываем в сторону и у нас вот так вот ступенечка идет вот этот график еще вот иллюстрирует вот идею перемешивания наших классов то есть вот если мы посмотрим вот в идеале мы хотели бы чтобы сверху были вот одни единички а потом с какого-то значения все нули это в идеале но такого на практике никогда не бывает и модель вот этот рок-ау по сути дела показывает как у нас перемешаны значения если они у нас перемешаны 50 на 50 то у нас построится вот в линию вот так вот в линию они выстроятся ладно повторюсь кому интересно вот как конкретно эта линия строится то рекомендую вот данное видео он в принципе Артем хорошо здесь все объясняет вот такой вот есть интересный инструмент рок-аук то есть он служит нам повторюсь двум целям эффективность модели и выбор порогового значения для моделей для задач классификации на этом все see you next time